Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я вновь продолжаю вам рассказывать об адаптогенных растениях. Кроме того, сегодня у нас вновь будет рубрика «Мир медицины» с Ольгой Гладковой, где мы продолжим рассказ о сердечно-сосудистых заболеваниях. Ну а сначала поговорим о таком адаптогене, как радиола. Итак, откуда же произошло латинское название этого растения? А латинское название рода связано с тем, что свежий срез или слом корневища обладают запахом, похожим на розу. То есть аромат напоминает розу. Вот отсюда и пошло латинское название радиола. Ну а если говорить о самом растении, то более 300 лет корневище радиола было одним из наиболее популярных. Тонизирующих средств народной медицины. С одной стороны, радиолу использовали как водочную настойку. И в данном случае водочная настойка у нас повышала работоспособность, уменьшала утомление. И особенно уменьшала утомление для лиц в пожилом возрасте. Кроме того, настойку также употребляли при сахарном диабете, анемии, болезни печени и желудка, зубной боли, для улучшения слуха, при переутомлении, неврозах и так далее. То есть спектр применения радиолы был очень обширный. Если говорить об ареале радиола, то здесь мне хотелось бы отметить следующее. Радиола произрастает в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Курильских островах. То есть ареал достаточно обширный. Ну а если говорить о промышленных заготовках, то обычно их осуществляют в Алтае, в Альпийском поясе. Ну и также радиолу можно успешно культивировать в открытом грунте. Ну в принципе получается, что ареал большой. Даже если мы возьмем территорию СНГ, то общий ареал будет фактически от Кольского полуострова до Камчатки и острова Сахалин. А радиола преимущественно высокогорный вид. Произрастает она в Альпийском и Субальпийском поясах. По долинам рек спускается верхнюю часть листного пояса. Высотные границы ее распространения доходят до 900-2800 метров над уровнем моря. И что интересно, что наиболее обильно, радиола встречается у нас в горах, высота которых может достигать 1700-2000 метров над уровнем моря. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что радиола розовая родственником Женьшеня не является. Ну и об этом мы еще поговорим, потому что долгое время считалось, что Женьшень это у нас представитель семейства оралевых. И многие представители этого семейства являются сильными адаптогенами. И какое-то время считалось, что если растение не принадлежит к этому семейству, то конечно же никаких адаптогенных свойств это растение не имеет. Но, как мы видим, что это оказалось не так. Кроме радиола есть и другие растения, которые также не принадлежат к семейству оралевых. Но, тем не менее, у них есть адаптогенные свойства. Итак, если мы вновь вернемся к радиоле, то здесь мне хотелось бы отметить следующее. Это многолетнее травянистое растение семейства толстянковых. Корневище радиола ветвистое, со специфическим запахом. Золотистое или серовато-коричневое, толщиной около 2 см, с немногочисленными придаточными корнями. Стебли многочисленные, сочные, прямо стоячие, не ветвистые. Высота обычно составляет 20-40 см. Листья сизые, продолговатые яйцевидные или эллиптические, длина которых 0,7-3,5 см, а ширина от 0,5 до 1,5 см. Соцветие щитковидное, многоцветковое. Ну и мы видим, что лепестки радиолы желтые. Растения можно размножать как семенным, так и вегетативным способом. Ну а вот цветение, которое мы видим, обычно происходит в июне-июле, а семена созревают во второй половине августа-сентября. Ну а если говорить о лекарственном сырье, то в качестве лекарственного сырья у нас рассматривается в первую очередь корневище, которое используется в основном для производства экстрактов. Ну, конечно, мне хотелось бы отметить, что, с одной стороны, я сказал, что ареал, места распространения радиола, очень обширный. Но, тем не менее, из-за того, что в течение долгого периода времени, уже в 60-е годы, стало известно, что радиола действительно обладает массой уникальных свойств. Это было достоверно доказано. И вот тогда как раз началась буквально-таки хищническая, хищнический сбор радиолы. И это все дало определенные результаты. Сейчас радиола занесена в Красную книгу, и растение, конечно, сейчас стало редко. И поэтому, безусловно, говорить вот о таких промышленных масштабах сбора дикорастущего растения не приходится. И, конечно, здесь, опять-таки, с одной стороны, некоторые любители культивируют радиолу даже на дачных участках. И причем удается вполне получить нормальное сырье. С другой стороны, вот такие большие плантации, которые имеются у женьшени, все-таки у радиола нет. Конечно, если говорить о распространенности дикорастущей радиолы, дикорастущего женьшени, то, безусловно, все-таки радиолу еще дикорастущую можно найти, в отличие от женьшени. Но, тем не менее, вот о культурном виде, если говорить, то тут, конечно, вот сейчас появляются плантации. Но такого опыта, как с женьшени, пока еще нет. Тем не менее, сырье, в которое входит, например, радиола, достаточно обширное. Мы поговорим еще с вами чуть попозже, через несколько минут, о том, какие вообще, например, даже есть чайные напитки, куда входит та же самая радиола. Ну, и мне хотелось бы также отметить, что, как мы обратили внимание, радиола не является родственником большинства адаптогенов. Тем не менее, было показано, что адаптоген, стимулирующий, например, действие радиола, по некоторым авторам, даже превосходит действие женьшени. И когда, помните, я в прошлое, на одной из прошлых программ говорил, что женьшень – это не самый сильный адаптоген, так вот, радиола, безусловно, адаптоген более сильный. И особенно радиола, наверное, будет интересна тем, кто страдает пониженным артериальным давлением. У тех, у кого гипотония, радиола буквально-таки является спасительным средством, потому что она способна повышать артериальное давление, и в этом смысле она даже эффективнее, чем женьшень. Ну, если мы вновь вернемся к радиоле, то мне еще хотелось бы отметить следующее. Ну, основные запасы радиола, я говорил, находятся на Алтае. Ну, а если говорить о клубневидном корневище радиола, то средний вес его составляет 60-80 грамм, и от корня отходит несколько тонких корней. Ну, а вес многолетнего корневища может даже достигать 500-800 грамм, а иногда даже и больше. Корневища и корни радиолы у нас снаружи золотистого цвета. Вот отсюда и пошло второе название радиолы, которое даже более распространено – золотой корень. И очень часто даже напитки многие, там прямо пишут, например, напиток с золотым корнем. Это здесь в данном случае имеется радиола розовая. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что на изломе корневища цвет становится белым, а вот после сушки как раз корневище приобретает розоватый цвет. Потому что даже вот само название – радиола розовая – откуда пошло? Вроде цветы-то желтые, причем тут розовый цвет. Вот как раз это связано с тем, что после сушки корневища приобретают розовый оттенок. Если говорить о высушенном корне, то он достаточно легкий, вкус у него вяжущий. Ну а, как я говорил, что свежий корень на изломе имеет слабый запах розы. Конечно, как сырье радиола обычно более дешевое, чем женьшень. Это связано, несмотря на то, что растение редкое, я еще раз говорил, но все равно его можно найти. Кроме того, обычно корневища радиолы у нас заготавливаются в сентябре-октябре месяце. Ну и, если говорить о радиоле, то уже в последние годы было доказано, что радиол обладает адаптогенными свойствами, повышает работоспособность, и поэтому золотой корень можно использовать как стимулирующее средство при астенических состояниях, повышенной утомляемости, вегетососудистой дистонии. Ну и, как я говорил, в качестве стимулятора, фактически, многие авторы утверждают, что это самый сильный стимулятор среди растений, он превосходит и женьшень, и элеутерокок, и левзею, и другие адаптогенные растения. Ну а если говорить о том, как же влияет радиола на сердечно-сосудистую систему, то здесь мне хотелось бы отметить следующее, что под влиянием радиола сердечная деятельность усиливается в основном за счет возрастания ударного объема сердца и в меньшей степени за счет того, что учащается пульс. Ну и получается, что вот такая адаптация к работе, например, да, она все-таки более эффективна. Ну, раз мы затронули тему сердечно-сосудистых системы, то давайте поговорим о ней более подробно в рубрике «Мир медицины» с Ольгой Гладковой. В эфире рубрика «Мир медицины» и ее ведущая Ольга Николаевна Гладкова. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте! Сегодня, наверное, мы продолжим рассказ о гипертонии, о проблемах, которые связаны с повышением артериального давления. Ну и вот хотелось бы отметить вот такую цифру, что при массовом измерении артериального давления повышенные цифры наблюдаются у 20-30% от всех обследуемых пациентов. Да, ну мы уже с вами сказали, что гипертоническая болезнь – это болезнь, которая характеризуется стойким и длительным повышением артериального давления. Так вот, возникновение гипертонической болезни, помимо психоэмоционального перенапряжения, ведущего к нарушению высшей нервной деятельности по типу невроза, и расстройству регуляции сердечно-сосудистого тонуса, велика роль и наследственного фактора, и также избытка поваренной соли в пище. Гипертоническая болезнь является, в общем-то, достаточно широко распространённым болезнью, и мало найдётся людей, которые бы не испытывал в своём состоянии таких ухудшений. В клинической картине гипертонической болезни, как правило, преобладает головная боль, головокружение, появление мушек перед глазами, неустойчивость походки в определённых моментах из-за головокружения сильного. Это, наверное, всё как раз связано с тем, что давление как раз, когда именно повышается, вот сразу вот такое происходит. Помимо всего прочего, у некоторых может изменяться слух, зрение, возникать чувство покалывания в конечностях, а вот головная боль может быть настолько сильной, что вызывать и тошноту. После рвоты состояние может улучшаться, частые бывают и носовые кровотечения, причиной которой может быть ломкость при таком повышенном артериальном давлении. Так вот, гипертоническая болезнь развивается постепенно и протекает хронически с годами. Ряд стадий, которые проходят в своём развитии гипертоническая болезнь, это доклиническая стадия, стадия изменений артерий и стадии изменённых органов с изменением артерий и нарушением внутриорганного кровообращения. Это вот и им присваиваются номера, да? Первая стадия, вторая стадия, третья стадия. Да, да. Вот очень часто, когда покупают препараты, да, написано, например, использовать при гипертонии первой и второй стадии, то есть, значит, при третьей она уже не поможет, да, получается? Значит, в диагнозе гипертоническая болезнь есть, доктора указывают степень, стадию и группу риска. Значит, всё зависит, диагноз собирают доктора из тех показателей и тех полученных результатов при определённых исследованиях, значит, у данного пациента. А первая стадия, она самая мягкая, да? Первая стадия, если она называется доклинической, то есть, говорит о том, что морфологических изменений в сосудах не произошло ещё. А вот у некоторых людей, у которых вот тоже постоянно, да, повышение давления, ну, не очень высокое, например, не на большую величину повышается, они просто говорят, да ничего страшного, вот, один раз примут лекарство, а потом перестают принимать. Или всё равно нужно вот постоянно лечить это заболевание, а не относиться, вот когда вот вроде бы прошло само по себе, значит, всё, больше не принимаю. Потом опять вспышка произошла, один раз лекарство принял, там, к врачу не пошёл, потом всё. Значит, мы с вами говорим о том, что это хронически протекающее заболевание. Значит, если мы его не лечим, то ситуация будет хуже и хуже. Да. Значит, мы сказали, что есть три стадии болезни. Первая стадия, когда нет органических изменений и изменений сосудов. Во второй стадии уже происходит изменение сосудистой стенки. Сосуды, как правило, это почечные, глазные. Особенно, да, все знают, что гипертонику обязательно нужно показываться окулисту, глазному врачу. То есть, получается, зрение тоже, давление оказывает существенное влияние на зрение. Конечно. Значит, по степени изменения сосудов определяется та или иная степень стадии болезни. Исходя из того, что вы сказали, можно даже судить и об осложнениях, которые могут быть, да, если не лечить заболевание. Безусловно. Если мы говорим, что больной находится в третьей стадии болезни, где уже есть изменения сосудов и страдают органы, то, конечно, вероятность осложнений и тяжесть осложнений их возрастает. Это то, что касается стадий. По степеням различаются степени. Первая степень – это повышение артериального давления до 139 на 89. Это первая стадия. Эта первая стадия, она может, так сказать, быть предвестником, что ли, этой первой стадии. Эти цифры – 139 на 89 – можно считать пограничными между нормой и первой степенью. Границей между первой и второй степенью повышения артериального давления служат цифры 160 на 99. Третья, вторая степень повышения давления доходит от 160 до 179 на 100-109 мм ртутного столба. Всё, что свыше 180 на 110 мм ртутного столба, относится к третьей степени артериальной гипертонии. Поэтому, если у нас нет при обследовании у пациента изменений сосудов глазного дна, а давление 140, граница 140, здесь мы можем сказать, что данный пациент может соблюдать диету, режим труда и отдыха, да, и обязательно наблюдение у врача. В данном случае говорить, допустим, о гипертонии мы не можем. Однако, если данный пациент полный, если он курит, если он ведёт малоактивный в физическом плане образ жизни, то степень риска у данного больного, она повышается. То есть диагноз строится по тому, какие изменения найдены, как высоко поднимается артериальное давление, и, соответственно, учитываются все факторы риска, и, соответственно, количество поражённых органов. Что же, в следующий раз мы продолжим разговор о гипертонии, и также поговорим о растениях, которые используются при этом заболевании. В частности, поговорим, например, о таком растении, которое называют тёмнокожей американкой, то есть о черноплодной рябине. Ну, а на сегодня... Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания. До свидания. Ну что же, а теперь мы продолжим рассказ о радиоле. Ну, и если мы вновь вернёмся к картинке радиолы, то мне хотелось бы отметить следующее, что золотой корень у нас используется при импотенции, гипотонии, функциональных расстройствах нервной системы, переутомлении. У нас используется обычный спиртовой экстракт, причём экстракт приготовляется на 40% спирте. Ну, и считается, что он содержит весь комплекс активных веществ. Но об этом мы чуть позже поговорим. И обычный экстракт этот принимают по 5-10 капель два раза в день, за 20-30 минут до еды, в течение 10-20 дней. Ну, а вот если говорить о старинном рецепте, который вот мне достался от бабушки, то мне хотелось бы отметить здесь следующее, что, опять-таки, этот рецепт тоже рекомендует нас использовать корень радиолы именно на водке. И вот проводились исследования, ну, чуть подробнее я потом скажу, но всё-таки было показано, что именно 40% спирт, он способствует тому, что всё-таки в большей части у нас экстрагируются вещества. То есть он такой более полезной настойкой, чем если использовать, например, более 70% спирт. То есть максимальное количество полезных веществ именно у нас получается, когда мы настаиваем радиолу на водке. Так вот, обычно настаивают радиолу 12-14 дней. Вот. И затем пьют по 15-20 капель. Ну, вот согласно рецепту, который достался от моей бабушки, там всё-таки рекомендовался один раз в день, да, и опять-таки у нас разные дозировки. Кто-то рекомендует 5 капель, да, а здесь уже 15. Более правильно, конечно, начать следующим образом. Начать с нескольких капель и смотреть свою реакцию организма. И постоянно увеличивать на 1-2 капли в день, пока мы не дойдём до 15-20. Но если мы увидим, например, что вот мы начали, к примеру, с 3-х капель, а закончили 20-ю, да, и вот когда у нас 20 капель, у нас вдруг начинают, появляются головокружения, или ночью вы плохо спите, тогда эта доза вам не подходит, и вы вновь её должны уменьшить. Так вот, согласно рецепту, о котором я говорил, он заключается в следующем. Приём состоит в течение 20 дней, затем делается 20 дней перерыв, и затем вновь принимают радиолу. Ну и считается, что такой рецепт очень хорош при сердечно-сосудистых заболеваниях стенокардии. Но вновь хочу напомнить о том, что я сказал, что радиола просто незаменима при гипотонии, потому что она очень стойко повышает артериальное давление. Ну вот в этом я убедился на своей маме. А всё-таки, если у вас давление повышенное, то здесь, конечно, золотой корень желательно не использовать, потому что может произойти сильное повышение артериального давления, что, конечно же, для гипертоников неблагоприятно. Поэтому радиолу используют при гипотонии, а при гипертонии её всё-таки не рекомендуют, из-за того, что радиола повышает артериальное давление. Ну и если говорить вновь о радиоле, то мне далее хотелось бы отметить, что препараты радиола, кроме гипертонии, противопоказаны также при нервном возбуждении и лихорадочных состояниях. Ну вот совсем недавно я сам изучал научно-популярную статью, где говорилось о следующем, что вот очень часто радиолу рекомендуют использовать во время, например, гриппа, то есть когда вы, например, уже заболели. И тогда были проведены исследования, которые показали то, что если... То же самое фактически то, что и для женщины. Если во время болезни вы употребляете настойку радиола, да, вот во время того же гриппа или простуды, то улучшение-то как раз бывает не всегда. А иногда происходит утяжеление болезни и повышается ещё температура тела. Поэтому всё то же, что и для женщины. Когда идёт, простудные заболевания идут, но вы не болеете, тогда вы эту настойку принимаете. И вероятность того, что вы заболеете, снижается во много раз. А даже если и заболеете, то вы будете болеть не так тяжело, как остальные. Но если вы уже заболели, всё-таки, наверное, стоит отказаться от радиола, несмотря на то, что на многих препаратах до сих пор пишут о том, что во время, например, простудных заболеваний можно её использовать. Раз есть всё-таки сведения, которые говорят о том, что это может привести к отрицательному эффекту, то, по крайней мере, если вы уж её и будете использовать во время болезни, тогда посоветуйтесь с врачом. Но я бы этого не рекомендовал. Поэтому радиола, опять-таки, является хорошим средством для профилактики простудных заболеваний. Кроме того, при применении радиола, как и, опять-таки, при применении других адаптогенов, у некоторых людей возникают не совсем желательные реакции. В частности, и тогда, может быть, с одной стороны, ухудшение самочувствия, появляются головные боли, раздражительность, бессонница. Ну, в данном случае можно тогда прекратить приём препарата, и тогда, соответственно, всё это пройдёт. Либо, опять-таки, надо более правильно подбирать дозы, а не начинать сразу с 15 капель. Тем более, что всё-таки пока большая часть авторов склоняется, что можно вообще принимать по 5 капель один раз в день с утра. И, в принципе, действие будет нормальное. А я даже вот прочитал статью, в которой говорилось о том, что даже приём одной капли тоже вполне будет адекватен. И, в принципе, он не будет по своему действию сильно уступать приёму обычной дозировки в 15 капель. Поэтому, опять-таки, всё сугубо индивидуально, но всё-таки, наверное, стоит, опять-таки, использовать радиолу по 5-10 капель. И нужно учитывать следующее. Радиола какая? Тикорастущая или всё-таки выращенная? Либо там у вас на участке, либо это с какой-то плантацией. Опять-таки, я тоже считаю, что всё-таки радиола, которая выросла на плантациях, она будет, конечно, действовать послабее. И дозировка там будет немного другая. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что у нас, с одной стороны, существуют у нас экстракты, да? А есть у нас и чайные напитки, которые вот здесь у нас представлен. Чайный напиток радиолы, да? Вот если даже мы... Ну, вот здесь заварен обычный пакетик. И вот тут находится просто-напросто смесь. Смесь чёрного чая с добавлением радиола. Наверное, можно сказать, что это и в том числе для некоторых и оптимально. Мы видим такой тёмный, темноватый настой. В принципе, он не сильно отличается по расцветке от чайного раствора. Ну, если его попробовать на вкус, то чувствуется такой слегка вяжущий вкус. Хотя вкус достаточно приятный. И, ну, таких, в принципе, выпить его может каждый. Вкус приятный. Но о вяжущий вкус обусловленный, вот такой тёмный цвет настоя относительно, тем, что в радиоле у нас содержатся ещё и дубильные вещества. Вот этим как раз и обуславливается вяжущий вкус этого тонизирующего напитка, который тоже можно использовать, например, утром для того, чтобы повысить свою работоспособность. Но всё-таки не обольщайтесь. Хоть этот напиток, очень часто напитки с радиолой называют чайными, использовать его как обычный чай, конечно же, не стоит. А принимать тоже нужно курсами. В противном случае у нас может быть даже истощение нервной системы. То есть к чайному напитку с радиолой нужно тоже относиться как к препарату лекарственному и употреблять его небольшими курсами, ну, например, только, и желательно только с утра. Ну, а если мы поговорим ещё о сборах, которые у нас входят часто, да, в состав... Ну, с одной стороны, можно применять просто радиолу, а можно делать и сборы. Сборы из различных адаптогенных растений. В прошлый раз я вам, вот, например, говорил о том, что можно сделать сбор, например, с саралией, да, добавляя, например, тот же самый зверобой, календулу и другие травы. В принципе, можно поэкспериментировать и с радиолой. Опять-таки, ну, в чём будет заключаться эксперимент? С одной стороны, для многих всё-таки радиола растения очень сильные. И если мы его будем использовать в сборах, они немножко сгладят сильный эффект радиолы, да? И вот, например, сборы у нас, опять-таки, даются разные прописи. Например, иногда к радиоле можно добавить ещё один адаптоген, заманиху, но это уже будет достаточно сильно, и добавить, опять-таки, зверобой, календулу, шиповник, и получить ещё вдобавок и витаминный напиток. Ну, тем не менее, такие сборы тоже имеют право на существование. Почему? Потому что действие такого сбора по сравнению с чистым растением, оно будет более мягкое, чем, например, действие самого растения. И такой сбор, наверное, в меньшей степени будет иметь противопоказания, которые будут чуть более сглажены. Ну, и вот такие сборы очень часто создают, включая один или два адаптогена, и насыщая их разными витаминными растениями для профилактики простудных заболеваний, которые, конечно, показывают очень высокую эффективность. Ну, и мне хотелось бы отметить, что золотой корень у нас ещё используют даже и в пищевой промышленности. В частности, его используют для приготовления безалкогольных напитков. И вот тонизирующий эффект таких безалкогольных напитков очень высокий. И даже вот были определённые сравнения там с Кока-Колой, Пепси-Колой, и вот напитки, содержащие радиолы, показали большую эффективность. Ну, если мы вновь вернёмся к радиоле, то мне хотелось бы ещё отметить следующее. Ну, я говорил о том, что жидкий экстракт у нас используется как стимулятор. Кроме того, его рекомендуют при заболеваниях, функциональных заболеваниях нервной системы, неврозов, фигетососудистой дистонии. Ну, и в частности, в древности радиола была одним из самых загадочных и ценных лекарственных растений. И вот таинственность радиолы послужила возникновением множества сказочных легенд, которые хранились и передавались как родовые тайны. Ну, в частности, считалось, что радиола, благодаря своим невероятным качествам, способствует выздоровлению и поддерживает высокую психическую и физическую активность. Кроме того, наиболее особенно радиола ценилась китайскими императорами и древними греками. Ну, и вот есть такая легенда, что тот, кто найдёт золотой корень, будет всю жизнь здоров и проживёт два века. Ну, и мне хотелось бы отметить, что экстракт радиолы способствует стабильной доставке питательных веществ клеткам всех органов, в том числе и кожи. Поэтому очень часто ещё можно встретить косметику, в которой содержится радиола. И она тоже имеет свою эффективность. Ну, во-первых, конечно же, в косметике радиола используется благодаря тому, что она иммуномодулятор и адаптоген. Ну, вот радиола у нас также содержит большое количество комплексных флавоноидов, которые имеют доказанное антиоксидантное действие. И поэтому играют незаменимую роль при восстановлении свойств кожи, снижении негативного воздействия окружающей среды и замедлению процессов старения. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что очень часто косметика на основе радиолы у нас используется для преодоления таких стрессов, как солнечная радиация, да, климатических влияний, как холод, высокая температура и так далее. Экстракт радиолы активизирует специальные клетки, которые расположены преимущественно в среднем слое кожи, которые участвуют в образовании антител. Кроме того, экстракт гарантирует относительно легкую адаптацию кожи к различным неблагоприятным изменениям среды окружающей и также нормализует все обменные и регенеративные процессы. Ну и, конечно же, радиола как стимулятор, безусловно, стимулирует активность клеток кожи. Поэтому, безусловно, радиола и используется в косметике. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что химический состав радиолы тоже достаточно сложный. В частности, например, если мы говорим о растении, то в радиоле содержатся различные вещества, например, такие как розорин, дубильные вещества, галовые кислоты, микроэлементы, тирозол и его гликозит, солидрозит и некоторые флавоноиды. Ну и мне хотелось бы отметить, что особенно есть препараты, которые тоже получены на основе радиолы за счет тех соединений биологически активных, которые в ней имеются. В частности, такой препарат, как родозин и некоторые другие. Вот они тоже имеют действие сходное с радиолой. Но, с другой стороны, все-таки препараты у нас часто используются на основе радиола, они опять-таки очищены. И поэтому все равно комплекс весь суммарный, биологически активных веществ, все-таки у самого растения, конечно же, он более обширный, поэтому он действует, возможно, пусть более медленно, но зато все-таки более глубоко. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что радиола, и это давно уже было показано, положительно влияет на функциональное состояние органов слуха при профессиональной тугоухости. Ну и также оказывает влияние на действие щитовидной железы, надпочечников и, естественно, половых желез, что характерно для многих адаптогенов. Ну и, в частности, эксперименты, которые проводились в Томском медицинском институте, дали хорошие результаты при лечении экстрактом радиола сексуальных расстройств у мужчин. Ну и, в частности, тут использовалось радиола в дозировке 10 капель 2-3 раза в день. Ну, а если все-таки у людей резко выраженные симптомы нервных заболеваний и истощение корковых клеток, то в данном случае, конечно же, радиолу применять не стоит. Ну, кроме того, конечно же, радиолу, вот если брать все адаптогены, да, когда изучали их противоопухолевую активность, ну и опять-таки хочу повторить, что все-таки, если у человека уже есть опухоль, то любой адаптоген все-таки применять не стоит, либо применять только при разрешении лечащего врача. Так вот, у радиолы все-таки были показаны большие противоопухолевые свойства, чем у женщины. Но я еще раз напомню, что, с одной стороны, есть противоопухолевые свойства, а когда у человека опухоль, адаптоген может быть в некоторых случаях и простимулировать развитие опухолевых клеток. Ну, так вот, если мы вновь вернемся к радиоле, то здесь мне хотелось бы отметить, что на протяжении нескольких веков китайские императоры снаряжали специальные экспедиции на поиски золотого корня. Его тайком переправляли через границы контрабандисты, как величайшую ценность, а коренное население Алтая тщательно скрывало места произрастания радиола. Способы употребления этого растения были окружены тайной, которая передавалась от отца к сыну. Порой, вместе с хозяином, она уходила в могилу. Ну и, конечно, в народной медицине Алтая радиола уже применяется достаточно давно. Ну и, в частности, более полувека назад специальная экспедиция Томского университета отправилась в горы Алтая в те места, где, по преданию, рос золотой корень. Но легендарного растения экспедиция не обнаружила. Ботаники не знали примет золотого корня и прошли мимо него. Опять я напомню, потому что дело в том, что радиола, она не является представителем семейства оралиевых, как, например, женьшень и другие там даже оралии. И поэтому обычно вот все-таки считалось, что адаптогены – это представители именно семейства оралиевых. Так вот, ботаники прошли мимо золотого корня, и лишь только в 1961 году экспедиция Биологического института Сибирского отделения Российской академии наук во главе с сибирским известным биологом им удалось отыскать в Кедровой тайге горного Алтая на высоте около 3000 метров золотой корень и идентифицировать его с радиолой розовой. Ну, я опять-таки напомню, что многие в Британии как раз и говорили о том, что золотой корень, он растет именно высоко в горах. Вот, ну и с того времени и начинается активное применение золотого корня, в том числе и в нашей стране. Сейчас, безусловно, настойка радиолы является очень популярным лечебным средством. Как я говорил, что в первую очередь она незаменима при гипотонии, и также, конечно же, используется как классический адаптоген, причем один из самых сильных. Если говорить о применении радиола, то, опять-таки, в летнее время радиолу употреблять не стоит, потому что стойкого эффекта вы не получите, а получите даже эффект, может быть, даже и неблагоприятный для здоровья. Ну и, кроме того, аккуратно нужно следить за дозировкой, не применять радиолу вечером. И то же самое детям радиолу, конечно же, не рекомендуется использовать, так же, как и людям, у которых повышенное артериальное давление. Ну, а следующее растение, о котором мне тоже хотелось бы рассказать, о котором только сегодня я начну рассказывать, это растение элеутарокок. Вот оно перед вами, достаточно эффектное растение. И очень часто в литературе можно встретить другое название этого растения – снежин, свободно, ягодник, колючий. Вот. Ну, тем не менее, элеутарокок можно тоже использовать как заменитель женьшени. Безусловно, он более дешевый. И, кроме того, в аптеке очень часто можно обнаружить настойку элеутарокока, которая тоже обладает высокой эффективностью. Кроме того, некоторые авторы даже утверждают, что вот то, что характерно для женьшени, да, и радиолы, например, по поводу того, что нельзя применять эти растения летом, для элеутарокока можно сделать исключение. Но все-таки это еще под вопросом. Ну, а более подробно об элеутарококе я вам расскажу в следующий раз. Ну, а на сегодня моя программа подошла к концу. До свидания.